Привет! В этом видеоуроке мы с вами сделаем героя одной известной игры Minecraft и этого героя зовут Эндермен. В игре он весь черного цвета и с фиолетовыми глазами. Но мы с вами, как настоящие волшебники, можем сделать его из любых цветов. Из фиолетового, из зеленого. А в этом уроке будем делать его из розового цвета. Но будем считать, что это Эндермен-девочка. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на вас. И чтобы центральный ряд был немножко дальше, чем два крайних ряда. Теперь возьмите две резинки того цвета, который у вас будет являться основным в плетении этого героя Эндермена. Если вы хотите сделать его черным цветом, то возьмите, конечно, резинки черного цвета. Я же буду делать его розового цвета. Ну, скажу вам по секрету, просто черные резинки у меня пока временно закончились. Поэтому придется делать из розовых. И накиньте две розовых резинки с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Теперь берем еще две резинки. Мы в процессе плетения практически всегда будем использовать по две резинки. И накидываем с первого столбика центрального на первый столбик левого ряда. Теперь вниз по каждому ряду нам нужно накинуть по две пары резинок. Итак, сначала левый ряд. Первая пара у нас пошла. Далее у нас пошла вторая пара. Центральный ряд. Идет сначала одна пара, затем идет вторая пара. По правому ряду берем пару, накидываем вот сюда и чуть далее накидываем еще одну пару. Теперь, это мы сейчас с вами делали голову. Но голову нужно уже к низу закруглять. Поэтому мы берем две резиночки и закругляем вот таким образом. То есть, с третьего столбика правого ряда на третий столбик центрального ряда. И с третьего столбика левого ряда на третий столбик центрального ряда. Вот такая у нас голова практически получилась, но ей не хватает деталей. А именно, глаз. Берем резинку другого цвета. Если вы делаете черного эндермена с фиолетовыми глазами, то берите фиолетовый цвет. Я же возьму желтый. Он с розовым очень хорошо сочетается. И накидываем вот на этот первый столбик правого ряда. При этом закручиваем три оборота. Второй и третий оборот. На правом столбике и на левом столбике поступаем точно так же. Накидываем. Один оборот. Второй оборот. И третий оборот. И вот у нас получилось три оборота. И еще возьмем теперь одну резинку розового цвета и накинем ее вот так треугольником. Таким образом. Теперь берем две резиночки розового цвета и делаем шею. Просто накидываем по центральному ряду, начиная с головы чуть ниже. Теперь плечи делаем. Для этого вправо накидываем пару резинок и накидываем пару резинок влево. Отлично. Теперь давайте немножко отвлечемся и сделаем руки. Руки мы сначала сделаем отдельно, а потом их просто прикрепим к телу чуть позже. Поэтому немножко отступите, хотя бы один-два столбика. И на любом из рядов накиньте пару резинок. Пару накидываем, затем накидываем еще пару. Чуть ниже, затем еще пару. И таким образом нам нужно всего накинуть семь пар резинок. Вот у нас три уже пары получилось. Четвертая пара. Пятая пара. Шестая пара. И седьмая пара резинок. На последний столбик нам нужно накинуть резинку одинарную розового цвета и накрутить ее здесь три оборота. Один, два и вот три оборота получилось. Теперь вот эту руку, которую мы с вами сейчас сделали, мы снимем со станка. Для этого поддеваем крючок внутри последнего столбика, отодвигаем ту резиночку, которая у нас накинута три оборота. Изнутри захватываем пару розовых, снимаем их с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Далее изнутри захватываем уже здесь пару, накидываем на впереди идущий. Здесь захватываем пару, на впереди идущий. Здесь захватываем. И таким образом вот эту руку до самого конца снимаем. Теперь возьмите какой-нибудь карандаш, ручку, зубочистку или палочку, потому что нам нужно снять вот эту руку. Она нам понадобится буквально через несколько минут. Я возьму вот такой крючок, накину сюда его и сниму. И вот у нас одна рука получилась. Теперь нам нужно сделать еще одну точно такую же руку. То есть накидываем резиночку в любое место, точнее не резиночку, а две пару. Далее берем еще две резинки и тоже семь пар. Накидываем две, три. Здесь тоже на последний столбик накидываем одну розовую резинку и накручиваем ее на этом столбике три оборота. Снимаем резинки точно так же, как мы с вами это делали с предыдущей рукой. Отодвигаем тройную, снимаем с этого столбика нижнюю пару, накидываем на впереди идущий столбик и так далее. Теперь вновь возьмем наш крючок или палочку и накинем эту руку тоже на него. Временно снимем. Вот две руки у нас пока готовы. А теперь давайте продолжим нашу работу с телом этого эндермена. Берем две резиночки и накидываем на каждом из рядов по две пары. Точно так же, как мы с вами делали и с головой. На левом ряду идет у нас одна пара. Далее идет у нас вторая пара. По центральному ряду идет одна пара, потом еще одна пара. И по правому ряду сначала одна пара, потом еще одна пара. Точно так же, как мы с вами закругляли голову, нам нужно так же закруглить и тело. Поэтому мы вот с этих столбиков накидываем на центральный. И с правой стороны поступаем точно так же. Вот отсюда, сюда. У нас получились вот такие пока голова и тело. И сейчас нам нужно сделать еще ноги. Ноги делаются очень просто. Берется пара резинок, накидывается вот отсюда, сюда, просто по правому ряду. И по две резиночки на каждом столбике накидываем до самого низа станка. Когда мы дошли до последнего столбика, на него нам нужно накинуть одну розовую резинку, но накрутить ее здесь три оборота. Один, два, три. Это у нас правая нога получилась. С левой ногой нам нужно поступить точно так же. То есть вот отсюда, где мы с вами закончили, берем две резинки, накидываем чуть ниже. Далее еще две, накидываем чуть ниже. И так до конца левого ряда. Здесь тоже на последний столбик нам нужно накинуть одинарную резинку и накрутить ее здесь три оборота. Отлично. Теперь возьмем резиночку одинарную розового цвета и точно так же, как мы с вами накидывали треугольником на голове, нам также нужно накинуть треугольник вот здесь по середине тела. Вот здесь у нас получается треугольник из одинарной резинки. И теперь пришло время те руки, которые мы с вами делали чуть ранее, поставить на места. А их места вот здесь. Одна рука сюда идет, а другая сюда. Поэтому мы с вами берем, натягиваем все резиночки, которые у нас находятся на одной руке, и скидываем вот на этот столбик. Обратите внимание на то, чтобы зашли именно все четыре резинки. Вот они сейчас четыре на крючке. И вот на этот столбик все четыре нам нужно аккуратненько разместить. Готово. Одна рука и вторая у нас имеется. Теперь мы можем приступить к снятию резинок со станка. Смотрите, как это делается. Делается, как обычно, все очень просто. Отодвигаем ту резинку, которая накинута, три оборота. Изнутри поддеваем две розовых резинки, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь изнутри захватываем, накидываем на впереди идущий столбик. Итак, продолжаем по этому ряду снимать резинки и накидывать на впереди идущие столбики. Пока мы с вами не доходим до тела. Вот мы с вами дошли до тела. Теперь нам нужно скинуть на центральный столбик вот эту пару резинок, которая у нас соединяет вот эти два столбика. Поэтому изнутри мы здесь захватываем эту пару и накидываем ее на центральный столбик. А следующая пара, которая вот эти столбики соединяет, мы ее с вами закидываем вот сюда, вперед. Здесь отодвигаем треугольную резинку, изнутри захватываем пару розовых и накидываем на впереди идущий столбик. Теперь подошла очередь той резинки, которая соединяет вот эти два столбика. Здесь много резинок на этом столбике накинуто, поэтому можно руку вот так для удобства оттянуть немножко. Изнутри поддеть крючок и захватить ту пару, которая нам нужна, и накинуть на центральный столбик. Левый ряд мы с вами пока закончили. Теперь правый ряд мы с вами точно так же снимаем. Изнутри захватываем пару розовых резинок и продолжаем их по этому ряду снимать. И здесь точно так же, как мы с вами делали чуть ранее, нам нужно вот эту пару резинок скинуть с этого столбика на центральный. Изнутри захватываем и накидываем на центральный столбик. А вот эта пара резинок у нас идет вперед. Тоже изнутри захватываем и накидываем на впереди идущий столбик. Отодвигаем ту резиночку, которая треугольной является. Изнутри захватываем пару и накидываем на тот столбик, из которого растет, скажем так, рука. Здесь тоже изнутри захватываем нижнюю пару и накидываем на центральный столбик. Теперь нам нужно центральный ряд начать снимать. Изнутри захватываем самую нижнюю пару резинок. Здесь резинок накинуто довольно много, поэтому будьте внимательны. Изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь теперь изнутри захватываем на впереди идущий столбик, кидаем. И теперь вот здесь самое сложное. Резинок накинуто очень много, поэтому вот так аккуратненько заводим крючок и нащупываем те резиночки, которые в самом низу, которые шейные у нас. И накидываем на впереди идущий столбик. Отлично. Теперь очередь вот этих резинок, вот этой и вот этой. Как бы нам нужно немножко назад, получается, скинуть. Здесь изнутри захватываем пару и накидываем назад немножко. Назад и вбок, вот сюда. И вот эта резиночка у нас тоже отсюда снимается и накидывается немножко назад и вбок. И теперь уже поехали по левому ряду, по правому ряду, а потом по центру поедем. Изнутри поддеваем, захватываем нижнюю пару резинок. И накидываем на впереди идущий столбик. Отодвигаем треугольную резинку, изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Вот на этом столбике у нас накинута чуть ниже резинка, она закручена здесь 3 оборота. Так вот, все эти 3 оборота нам нужно подхватить крючком и сверху снять таким образом, чтобы эта троица оказалась на розовой резинке. Это с левой стороны мы с вами так поступаем. И сейчас с правой стороны сделаем точно так же, но сначала вот здесь резинку снимем вперед. Затем здесь, отодвинув треугольную, мы с вами вперед накинем парочку. И смотрите, я поддеваю 3 оборота желтой резинки и перевожу вот сюда. Один глаз у нас получился и второй. И теперь продолжаем снимать по левому ряду, у нас последняя пара осталась. И по правому ряду тоже осталась последняя пара. И у нас осталось еще буквально пару резинок по центральному ряду. Вот одна резиночка у нас идет вперед и последняя идет вот отсюда вперед. Все снятие мы с вами завершили. Теперь берем розовую резинку и через все резинки, которые находятся на последнем столбике, мы с вами продеваем крючок, накидываем сюда резинку и вытягиваем ее осторожно, ничего лишнего не захватив. Вот мы вытащили, а другую часть придерживаю рукой. Теперь мы с вами чуть подальше вот этот конечек резинки на крючок закинем, а вторую часть закинем вот сюда на крючок, чтобы у нас получилась петелька. Вот вытягиваем. Петелька у нас получилась, но сейчас мы ее с вами затянуть сильно не можем, потому что она у нас находится как бы немножко сбоку. Поэтому давайте крючком поможем и снимем все резинки с центрального столбика. И теперь уже вот эту петельку можно более удобно, более сильно затянуть. Так, затянули, отлично. На некоторых столбиках у нас натяжение резинок очень сильное, и поэтому мы с вами поможем снимать резинки со станка с помощью крючка. Вот таким образом. Помогаем, и тогда все очень просто снимается, резинки у вас нечаянно не порвутся, и расстройства в связи с этим у вас не будет. По центру тоже здесь очень много резинок накинуто, поэтому крючком помогаем. Там, где руки накинуты, здесь и здесь помогаем крючком. Вот здесь можно тоже снять. Ну, а дальше уже у нас идут ноги. Там натяжения практически никакого нет, поэтому мы можем взять за голову или за тело и вот этого эндермена розового цвета полностью снять со станка. Вот такой здоровский персонаж у нас с вами получился. Чтобы было его удобнее куда-нибудь прицепить, или на портфель, или на сумку, я возьму вот такой карабинчик розового цвета. Ту петельку, которая у нас сейчас находится по центру головы, я в дырочку этого карабинчика засуну. Вытягиваем с другой стороны, здесь расширяем и просовываю карабин вот в эту дырочку, чтобы у меня на конце получилась петелька. Петелька готова, и у нас получился вот такой интересный брелочек. Руки можно поправить вниз немножко. Отлично! Я надеюсь, что данный урок вам очень понравился, и вы сплетёте таких эндерменов разных цветов. Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны, ставьте лайки и пишите комментарии. До встречи в следующих уроках. Пока! Субтитры добавил DimaTorzok